В интернете появился новый ролик про Игнатия Лапкина. Ура! кричат озлобленные, оголотилые, проводящие время в совете своей злобы. Ура! Еще один поддержал нас. Иерей Георгий Максимов не стал исследовать вопрос относительно Игнатия Лапкина. По всей видимости, не выносит смиренное сердце. Конечно, проще всего сослаться на тексты, которые с трепетом ему передал Иерей Сергей Дудин. Фото и видео этого священника я показывать не буду. Он сразу обращается в администрацию с просьбой удалить видео и картинки с его участием. Зато он ревностно смотрит и комментирует ролики, где его братья, часто безымянные и безликие, разоблачают юридика Лапкина и его лапковщину. Этот термин он, кстати, сам и придумал. Ну, я, конечно же, как зомбированный адепт Лапкина, решил оставить комментарии под роликом отца Георгия, что я сделал. На следующий день стал получать письма от людей, которые спрашивают «А комментарии-то где?» Я спросил у отца Георгия, но ответа так и не получил. Все комментарии остались только в моем браузере. «Так что же за секретное письмо было опубликовано?» – спрашивают меня. Это письмо о том, как крещенники держатся на свои места не ради служения Христу, а ради настроения своих архиереев. Четыре года назад иерей Сергей Дудин, будучи в добрых отношениях с Игнатием Лапкиным, пошел на подвиг. Открыв свое сердце, он стал писать, и этот крик души передал мне. И попросил размножить его во всех соцсетях. Это был поступок героя. Тогда распространять статью эту я не стал по некоторым причинам. А сегодня, думаю, самое время. Мир тебе, брат. Сергей, такой вопрос у меня. Я сегодня только ролик увидел про Лапкина, который опубликовал Ирей Георгий. Как у него фамилия? Максимов, да. Посмотрел его ролик небольшой, пятиминутный. Ну, то есть, мое такое, ну, как сказать, он сам себя обличил в этом ролике, в том плане, что сказал, что я там особо не вникал в суть процесса и ряд ссылок дал на удивительных людей. Но я стал комментарии смотреть. Тут у Игнатия Тихоновича комментарии, видимо, оставил. И доброжелатели, и недоброжелатели, Игнатий Тихонович, и твой комментарий. И вот тут ты ссылаешься в комментарии на некое письмо Ирея Дудина, которое три года назад он просил тебя опубликовать во всех соцсетях. И вот это письмо, где оно? Я не могу его найти, что, так сказать. Двоеточие стоит, а само письма не вижу. Что, как так, почему? Ну, я сначала скажу, кто такой Сергей Дудин. Это священник Томской епархии, который четыре года назад был в таком дружеском общении с Игнатием Лапкиным. Ну, и практически поддерживал его. Но потом что-то пошло не так, не будем уточнять, потому что я и сам не помню. Но это лично их отношения, да? Постепенно события разворачивались так, что в их епархии за скандальную статью о женщинах православия был уволен Максим Степаненко. И освобождалось такое место. Вакантное? Ну, вакантное, да. Максима, да, вот этого Степаненко? Ну да, он был начальником миссионерского отдела, и вот освобождалось место в миссионерстве. Вот как раз Сергей Дудин и еще там один, Ирия, ну или протоиерей, я не знаю, и митрополит их избрал. У него произошли резкие изменения. У этого Ирия Сергея Дудина. Вот он резко стал выступать против Лапкина. Ну, конечно же, ему нужно было смыть прежнюю историю, да, его отношений с Лапкиным, потому что много было информации в интернете. Видео, ролики стояли, да, и это, конечно, подмывало его репутацию. И вот он начал вести активную борьбу, доказать свою... Ну, преданность митрополиту, курсу патриархинам. Доказать свою преданность. Ну, давай я вот твой комментарий я зачитаю еще раз. Вот ты комментируешь к этому ролику, ты говоришь, пишешь следующее. Все выдержки, приведенные вами, отец Георгий, ну, вот эти ссылки, да, на некие посты, там, статьи и так далее, или ролики, или... Это амбиции людей, бывших ранее в дружеском общении с Лапкиным. Это всего лишь месть. Вот, к примеру, письмо Ирии Сергея Дудина, которое три года назад он просил меня опубликовать во всех соцсетях, двоеточие, а самого письма нет. Ну, да, я вот письмо-то тебе прислал и предлагаю зачитать его. Правда должна восторжествовать, а пусть уже народ рассудит на чьей стороне правды. Откровение Ирия Сергея Дудина, заголовок. Больше десяти лет мыкаться по съемным квартирам, верить на слово епископу, что он тебя не бросит и не выгонит, если ты вдруг станешь ему неугоден или сделаешь что-то не так. Эта абсурдная ситуация типична для подавляющего большинства рядовых штатных священников Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Откровение Ирия Сергея Дудина. Не так посмотрел, не так сказал, не так шагнул, не так произнес проповедь, не так чихнул и прочее, прочее, прочее. Постоянный риск репрессии и бесшабашного гнева епископа, который действительно абсолютный владыка, а правильнее сказать деспот, который тотально контролирует своих рабов-священников, которые буркнуть ему что-то не могут без фатальных для себя последствий. Неженатый епископат не прикрыто, негласно и нагло шантажирует белое женатое духовенство, причем в первую очередь берут в заложники детей духовенства. Хорошо, если ты принял священство, имея свое жилье и хорошее мирское образование, но ты же пошел со школьной скамьи в семинарию, пылая неофитским огнем доверия к добрым, в кавычках, архипастырем, которые заранее знали все последствия твоего шага. Они знали и молчали. Ловили тебя, как сонную рыбку или мотылька, летящего на огонь свечи. Коварно, очень коварно. Но теперь ты пойман. Годы ушли, крылья обгорели, ты ничего не умеешь делать, кроме того, что вершишь волю коварного деспота, прикрывающегося красивой оберткой святоотеческого православия и мнимой евангельской проповеди. На самом же деле тотальной, лицемерной лжи для банального поиска денег. Увы, но это правда. Эти монолитные сооружения храмов на самом деле не более чем эффективные конвейеры выкачивания денег из простаков, верящих в добрых епископов. Зачем эти огромные неподъемные храмы? По мне, так лучше служить литургию на пне, чем плодить очередных захожан. Нужно бросить средства на мощную проповедь Евангелия. Но, увы, это только мечта. После многолетней практики пребывания в РПЦ МП неминуемо приходится делать вывод, что по определению православный епископ Русской Православной Церкви Московского Патриархата это лжец, лицемер и трус, думающий только о деньгах, вечно боящийся гнева власти мущих и лишь изредка, мучимый голосом совести, приносящий хоть какую-то настоящую пользу Церкви, но, увы, и такой феномен крайне редок. Другое дело настоятели. Они почти все воры. Воровство тотальное, бесконтрольное. Воруют, чтобы успеть хоть что-то дать и оставить своим детям, пока они настоятели. Ведь деспот в любой момент может забрать абсолютно все. Им повезло. Их полюбил, в кавычках, деспот. Стать настоятелем это единственный шанс вырваться из порочного круга абсолютной материальной зависимости от деспотов. Нужно как можно больше воровать, врать, не договаривать, а где-то молчать и юлить хвостом перед деспотом, который пока тебя любит. Очень скоро все закончится. Деспот прекратит тебя гладить по голове и жестко пнет под зад. Помни об этом, настоятель. Сделай себе эту запись большими буквами, а лучше раздавай как памятку молодым настоятелям. Воруй! Воруй! И еще раз воруй! Обманывай! Лукавь! Юли! Пинай штатных священников, этих недочеловеков, неудачников! Забудь, что они твои братья по вере, ведь их не любит деспот. Иначе они были бы как ты настоятелями. Они твои конкуренты. Сделай все, чтобы их не любил деспот. Главное, угоди деспоту. Строй пустые храмы, плоди серую необразованную массу, которую ты обрекаешь никогда не узнать об искупительной силе Голгофы. Забудь о нищете Христа. Забудь об его неизреченной, спасительной, настоящей любви. Помни о том, как ты был штатным священником. Это тебя протрезвит. Забудь свою ревность по вере. Но помни всегда о всесильном деспоте, который тебя только пока любит. Забудь любовь Христа. Вот такое интересное описание психологии того, что на самом деле происходит в русской православной церкви, московского патриархата в среде духовенства. Как проповедовать о Христе? Ведь настоящая проповедь о Христе, она всегда беспощадна ко греху, она бесстрашна. Неужели для того, чтобы стать настоящим проповедником истины, простому семинаристу, ставшему батюшкой, неминуемо нужно принять участь бомжа? Неужели мне все-таки придется заколоть детей своих ради тебя, Господи? Ирей Сергий Дудин Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова